Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи «Зачем мы пьем чай?» Я лично очень люблю чай. Особенно зеленый, китайский, и делаю это уже очень много лет. С годами чай мне не надоел, а, пожалуй, даже наоборот. Постоянно нахожу в чаепитии новые грани и изыски. Чтобы узнать, в чем же дело, я решил пригласить для сегодняшнего разговора Захара Шашина, руководителя чайного клуба «Мойчай.ру» в городе Кирове. Да, добрый день. По моему мнению, Захар уникальный человек. Чай для него не просто напиток, который он пьет и которым с удовольствием плывет других, но также объект настоящего научного исследования. Захар является кандидатом философских наук и, как мне известно, в настоящее время ведет социологическое исследование феномена чайной культуры. Захар, так ли я это правильно обозначил? Да, все верно. Тогда можем мы услышать немножечко о вашем исследовании, в чем его суть и что с его помощью вы хотите выяснить? Да, хороший вопрос. Вот не так давно я стартовал это исследование, буквально, наверное, где-то с этого лета. Тут нужно небольшую предысторию рассказать, наверное. Я вопросами восточной культуры и восточной духовной культуры интересуюсь уже давно. У меня и диплом был написан в университете, и кандидатская про это дело защищена. И, соответственно, чай все это время меня сопровождает, это уже на протяжении, наверное, лет 15, и я долгое время самостоятельно пил чай. Вот тут чайный клуб открыли где-то три года назад в городе Кирове. И все это время мне достаточно сильно беспокоило вопрос, а кто такие чайные люди? Что это за сообщество? Почему они пьют чай? Почему они приходят в чай? То есть моя собственная позиция, она складывается достаточно, может быть, не объективно, потому что это и предмет научного интереса, и предмет еще коммерческой деятельности. Вот интересно посмотреть более обширную историю. Более того, что современная чайная культура появилась в России где-то лет 20-25 назад, и, соответственно, уже сформировалось это чайное сообщество. Соответственно, вот его можно поисследовать. Вы сказали, что это социологическое исследование. Скорее, это такое философско-антропологическое с методами социологии. Исследование, то есть что я делаю? Я опрашиваю чайных людей, то есть людей, кто сами себя так идентифицируют. Где-то полтора-два часа у нас длится разговор по их биографии, кто они, чем они занимаются, какие у них увлечения, когда они познакомились с чаем, и что такое чай для них. Ну, такое глубокое интервью. А цель-то какая? Что в итоге-то вы планируете получить? Есть несколько гипотез, которые хочется проверить. Но самое главное, зачем цель всего этого? Это вот создать образ чайного человека в современной России. Ну, а смысл какой? Зачем? Зачем? Смотрите, если мы берем исторические, то достаточно много есть чайных канонов. Они стали публиковаться еще, по-моему, с X века. Это эпоха Тан. В Китае первый чайный канон был написан Лу Юем. После этого еще их несколько тысяч было сделано. И вот есть такая традиция, да, книги о чае. Есть современные исследования, подобные этим чайным канонам, в которых описываются технологии приготовления чая, технологии его правильного чаепития, ну, и там чисто выращивание, какие есть сорта и прочее, какая есть посуда. Есть научные и очень глубокие исследования именно чайной культуры во взаимодействии с буддизмом, тоже эпохи Тан и Сун. Есть чайный путь в Японии, очень глубоко изученный. Но такого глубокого изучения чайного пути в России... Современной России. Да, современной России. Его нету. И вот я хочу заполнить эту лаку. Понятно. А вы сегодня пили чай? Да, конечно. Это ежедневная практика лично моя. И сколько раз в день вы пьёте чай? Я стараюсь, когда вот сам для себя, если, да, так посидеть чай, попить это раз в день, мне более чем достаточно. У меня вопрос не просто так. Вот наши слушатели должны знать, а сколько раз в день, как часто вообще можно употреблять чай, не будет ли от этого вреда? Ну, безусловно, у любого продукта есть какое-то количество, когда уже грань мы переходим, да? Вот какое количество у чая. Да, вот какое количество у чая, я не встречал серьёзных исследований по этому поводу, но тут нужна всё равно мера, да? То есть если пить чай целый день, а это литры просто вёдра воды, то, наверное, будет плохо. Мой, собственно, опыт работы в чайной, а там приходится часто пить много чая, потому что приходит много гостей, и с каждым из них нужно поговорить и попить чай. Вот если перепить чай, то немножко такое состояние неприятное. Это и тремор по всему телу, и такой ты немножко злой становишься, перевозбуждённый. Это достаточно легко лечится водичкой просто чистой и едой, но это нужно много выпить чая. То есть там, вот моя собственная, да, моя собственная практика утреннего чаепития подразумевает примерно где-то 700-800 миллилитров чая, выпивая за час. Это нормально, шу-пуэра, методом пролива, ну, для тех, кто знает, в курсе, он поймёт. Вот если выпить несколько, там, 5-6 чаёв, да, вот методом пролива, крепко заваренных, это, наверное, уже будет перебор, если это делать последовательно друг за другом. Я почему спросил, вот вы, собственно говоря, и ответили уже на мой вопрос, который хотел задать. Одна моя знакомая вот перепила чая, она готовилась к защите, там, диплома, и ей реально стало плохо, было отравление, и даже, так сказать, ну, скорая не приезжала, но звонила врачам знакомым, ей посоветовали, в общем-то, какие-то энтеросгели или что-то такое, что прочищает кишечники. Мне вот интересно, с чем это может быть, почему чай, как-то можно им и отравиться, что ли? Насчёт отравления хорошим продуктом, такого я, честно говоря, не встречал, но вот если перезаварить крепко, да, слишком заварить чай, особенно если там его смешать с какими-нибудь травками типа сагандайля, сагандайля, это такой очень мощный стимулятор и атоптоген, с одной стороны, да, с другой стороны стимулятор, и сделать это очень крепко, то, конечно, это очень сильный стимулятор нервной системы, и там тахокардия может возникнуть, да, там просто страшно, ну, сердце сильно биться начинает, человеку становится страшно. Ну, вот когда я в своём опыте, собственно, больше 25 лет пью чай, говорю, я всегда предупреждаю, чай надо пить всё-таки на сытый желудок, ну, может быть, не совсем такой переесть, но что-то сначала покушать и только потом пить чай, в противном случае вот может быть такое состояние отравления, да, или тремора. Ну, да, вот самые, конечно, активные чаи типа шенпуэра или красного китайского чая, который в России чёрным называют чаем, вот их действительно только на сытый желудок, в другом случае будет, ну, вот эти какие-то неприятные чаи. Ну, мы людей предупредили о том, а сейчас всё-таки о каких-то приятных моментах. Я вот нашёл свыше 30 разных русских пословиц и поговорок о чае. Это, безусловно, ну, как мне кажется, говорит о большой популярности этого напитка среди россиян. Вот самые известные такие, вы, наверное, слышали, чай пить долго жить, за чаем не скучаем, по 7 чашек выпиваем, выпей чайку, забудешь тоску, где есть чай, там и под елью рай. Ну, и, возможно, самое популярное, которое все слышали, чай не пил какая сила, а чай попил совсем ослаб. Так вот в чём, на ваш взгляд, популярность чая? Почему он так распространён во всём мире? С ним может соревноваться разве что кофе. Все остальные напитки значительно наступают чаю и кофе. И почему его так, ну, полюбили в России, то есть и на Руси любили, и в СССР, и в современной России? Есть у вас своя точка зрения? Как так? Да, безусловно. То есть я тоже давно задавался этим вопросом. Вроде бы чай это, ну, в сознании обыденного человека, но это пакетик, это что-то, да, такое вот повседневное, очень что-то незначимое и очень дешёвое. И как это может влиять существенно на вообще какие-то мировые процессы? А если мы посмотрим исторически, то чай, например, связан с кораблестроением, развитием кораблестроения, когда чай экспортировали в Европу, как раз создавали корабли более быстроходные, чтобы это делать быстрее. Если вы посмотрите на историю Соединённых Штатов Америки, опять же, история именно США начинается с так называемого бостонского чаепития, опять у нас почему-то здесь чай вылезает. И таких нюансов очень много. Кстати, есть научные действительно исследования. И по поводу, да, влияния чая ещё и на экономику, на политику, но давайте сейчас про здоровье. По поводу здоровья, действительно, вот сейчас бум исследований, если зайти на ПАБМЕД, это такой агрегатор научных статей, в основном медицинских, можно найти массу исследований чая и его пользы для здоровья. Самый исследованный чай, конечно, это зелёный чай, который вы больше всего любите. Почему? Потому что в нём очень есть интересная субстанция, вещество, называется эпигалат и катехинтригалат, который вот и современной наукой выделяется как очень полезная для здоровья современного, ну и не только современного человека, субстанция, которую можно потреблять именно просто заваривая зелёный чай. И, видимо, эту особенность, позитивное влияние чая на здоровье, заметили ещё в древности. Например, один из мифов, который связан с появлением чая, это миф о том, что некий Шэн Нун, древний китайский патриарх, отравился, пробуя различные яды, упал практически уже полумёртвым под чайный куст, и утром на этом чайном кусте появилась роса, которая капнула ему на губы, и вот он ожил. Но это, конечно, миф, да, скорее всего, никакой такой истории в реальности не было. Однако, действительно, чай достаточно позитивно влияет на организм. Если мы посмотрим на классическую медицину, я имею в виду традиционную китайскую, там чай воспринимается как лекарственное средство, особенностью в древности. Вот он сейчас уже стал больше как элемент такой повседневной гастрономии. А также на современную медицину, ну, про это я уже рассказал, вот про научные статьи. А вот не содержит ли чай себе каких-либо наркотических веществ, которые вызывают к нему привыкание? Вот есть такое мнение? Мнение это есть, действительно. Самое главное действующее вещество в чае – это всё-таки кофеин, да, но он там содержится немножко в другой форме, нежели, например, в классическом кофе, в связанном с аминокислотами форме, которая действует на организм человека мягче и продолжительнее. То есть, если мы берём бодрящий эффект, то эффект чая, он более мягкий, чем по сравнению с кофе, и более длительный эффект он обладает. А каких-то ещё веществ именно химически, которые могли бы вызывать привыкание, наукой не найдено. А что вообще следует называть чаем? Какой напиток или из чего? Вот, например, сейчас популярен такой напиток у нас, который называют из Иван-чая, и тоже называют чай. Но ведь это, на мой взгляд, совсем другой напиток. Можно ли его чаем называть? Что такое чай? Что такое чай? Тоже это очень хороший вопрос, и здесь, опять же, научный подход даёт нам очень классный и очень простой ответ. Чаем называется продукция, которая получается из конкретного растения под названием камелия санансис, либо камелия самика. Там есть ещё разновидности, но это вот именно конкретное растение, которое эндемично для южных регионов Китая. Оттуда оно уже распространилось по миру, в Индию, в Шри-Ланку, в Японию, так же, как, например, в Краснодарский край. Туда его привезли и туда его адаптировали. Но это очень конкретное растение. У него много разновидностей культиваров, но это вот камелия санансис, камелия китайская, в первую очередь. А тогда, может быть, подскажете, почему всё-таки наряду с настоящим чаем стал набирать популярность и Иван-чай? Где-то, я так думаю, с конца десятых, ну, вернее, нулевых годов, 2000-х, да, то есть где-то там 2008-2007 стал достаточно распространяться Иван-чай. Отчего вдруг он популярность набрал? Россия богата травами и свойства трав в заваривании, да, они тоже могут быть очень интересны, не только Иван-чай. Но они не дают эффекта такой, там не содержится кофеин. Да, в травах действительно кофеин не содержится, поэтому их, например, очень хорошо можно пить на ночь, да, потому что они не имеют бодрящего эффекта. То есть вы думаете, что ради-то только вкуса, но всегда травами лечились, там, зверобой какой-нибудь, аромашка? Действительно, у трав есть и медицинские эффекты, единственное, что у них есть, как у любых других, да, веществ и сайд-эффекты, да, то есть это то, что нежелательно, и поэтому, например, там, кормящим матерям, беременным женщинам нужно с особенностью, с особой осторожностью пить какие-то травяные сборы. Вот, но, например, мы экспериментируем с разными растениями, и иногда, там, можно взять лист вишни или, например, лист кизыла или другого растения, его ферментировать китайскими методиками, то есть вот как обычно в Китае ферментируют и обрабатывают чайный лист. Я думаю, не все знают, что такое ферментирование. Ну, это вот, по большому счёту, сейчас вот осень, да, вышли на улицу, посмотрели на листочки, которые опали, и там вот это стихийный процесс ферментации. Человек научился этот процесс контролировать, и вот мы, что такое вообще производство чая? Есть листочки на чайном кусту, которые собираются, подвяливаются, начинается процесс ферментации, то есть этот чайный лист обрабатывается ферментами, которые содержатся в самом чайном листе. Разрушаются, я бы так сказал. Хорошо, вот в СССР во времена тотального дефицита мы знали только три вида чая. Ну, по месту его произрастания, скажем так, не по сортности. Грузинский, краснодарский и индийский. Не могу вспомнить, больше нету, так сказать, вида чая. А вот сейчас мы знаем, что чай произрастает во многих странах, Китай, Япония, Вьетнам, Шри-Ланка, Кения, Тайвань, Индия. Ну, и у нас в России его тоже продолжают выращивать в Краснодаре. И все-таки чай из какой страны, вот как вы считаете, лучше? Вот я думаю, ну как в России? Это же страна, где чай не является, так сказать, эндемичным растением. А в каких странах? Ну, конечно, самая богатая... Откуда надо чай покупать, да? Из какой страны, скажем так? Это уже другой вопрос. Ну, это два вопроса, скажем так. Ну, вот первый вопрос, да, из какой страны чай наиболее интересен? Самая богатая культура производства чая, она, конечно же, в Китае. А она там имеет свои корни, которые уходят только по археологическим достоверным данным. За второй век до нашей эры, то есть вот уже во втором веке до нашей эры, точно в Китае чай пили при различных там императорских царских дворах. Ну, он не был, вот насколько я знаю, изучал вопрос немножко этот, он не был народным напитком. Его пили всё-таки вот высшие слои общества в это время. Он даже в третьем веке до нашей эры, я встречал упоминания, а вот народным напитком он стал в Китае во втором веке нашей эры, когда его стали повсеместно выращивать. А вы видите, если брать мифологические истории, то вот тот самый Шинон, он две тысячи лет до нашей эры дожил. Я как раз говорю про исторические достоверные находки, а не про мифологию. Суть-то в чём заключается? Смотрите, если, отвечая на ваш вопрос, да, где чай наиболее интересен? Вот, поскольку просто история производства чая самая долгая в Китае, и он там эндемичен, то там... А, как в Китае, я сейчас с вами поспорю, тоже хоть вы и специалист, но я чуть-чуть тоже, так сказать, чаем-то интересуюсь. А вот я встречал информацию, что чай на самом деле первоначально производился в Вьетнаме. Ну, тогда не было Вьетнама, но с того полуострова, где сейчас Вьетнам, вот, и, как бы, многие полагают, что родину чаю надо считать Вьетнам, а не Китай. Китай, в Китай чай позже пришёл, уже из Вьетнама. Если мы посмотрим, это очень... Мы говорим про юг Китая, и, безусловно, современная политическая карта, она не сродни, не имеет никакого отношения к карте произрастания растений. Это вот этот южный регион, который сейчас частично, это Китай, частично Вьетнам, Бирма, Лаос, вот там вот и появилось чайное растение. И даже сейчас можно найти достаточно большое количество древних деревьев, которым... Некорастущих? Да, некорастущих древних деревьев, которым больше четырёх тысяч лет, по-моему, вот есть одно дерево. То есть, они не культивированы, так сказать, не о культуре, вернее, человеком. Интересно. Так, всё-таки, вы считаете, что самое интересное из Китая, да? Или откуда надо покупать тогда чай, если... Вы так как-то разделили мой вопрос. Вот смотрите, значит, действительно, в Китае самая богатая культура по производству чая. Но одновременно с этим есть и японская чайная культура, и она тоже пришла из Китая, но в Китае она изменилась, а японцы сохранили вот эту древнюю историю, когда чай размалывали, и это чай матья. И, конечно, этот чай и в Китае сейчас производят, но самый интересный он, конечно, из Японии. Например, японский сэнтя, японский матья, японский гёкро и прочее, это вот их визитная карточка. Есть замечательный чай, но мы не будем разграничивать Китай материковый и Тайвань остров, вот этот тайваньский чай. Опять же, там свои технологии и очень интересная, сам по себе очень интересная чай. Хорошо, вы какой любитесь? А я люблю китайский, я люблю японский, тайваньский, я люблю, вот у нас совсем недавно получилось попробовать из Таиланда чай, между прочим, очень неплохой. Я пил в Таиланде чай. Индийский чай. Вот видите, в Индии, в Таиланде и в России очень много чая дешёвого. И, конечно, он очень низкого качества, но точно так же, как в Китае есть большое количество производителей хорошего чая, у нас они тоже появляются. И есть очень качественный российский чай, как раз вот в Краснодаре у нас делают, и в Таиланде, например, и в Индии. А почему в России так популярен именно чёрный чай? Хороший вопрос. Который в Китае это красным называют. Хороший вопрос. Возможно, потому что, а, это самый массовый чай, который делают как раз в Индии, в Шри-Ланке и так далее, с кем исторически, например, СССР очень активно торговал. Следующий момент. Его очень... Он достаточно прост в производстве. То есть, например, если чай... Вот мы хотим сделать очень классный шен-пуэр. Но он не очень удался, из него можно сделать классный красный чай. Шен из него не получился, а красный получится. То есть, он проще в производстве. А шен-то надо тоже пояснить, что это зелёный пуэр такой-то. Ну да, это зелёный пуэр, то есть, это зелёный чай, который собран с... А давайте вот так вот. Вот все люди знают, что есть чёрный чай, что есть зелёный чай. Сегодня мы с вами упомянули о красном чае. Некоторые, может быть, его спутали с суданской розой, которая к чаю не имеет никакого отношения. А вообще, ну, насколько цветовых видов подразделяется чай? В Китае, скажу. Да, в Китае есть своя вот эта система классификации. Она идёт от белого до чёрного. Если по порядку белый, жёлтый, зелёный, дальше улуны. Улуны, которые сначала идут ближе к зелёным, это типа тыгуанинь. Потом, которые ближе к красным, это типа дохунпао. Далее красный чай и хай-чай, чёрный чай. Вот смотрите, вы улуны почему-то отдельно выделили. То есть, потому что их ещё... Дирюзовые чайы. Дирюзовые чайы, да. Понятно. То есть, это получается шесть видов, да? Ну, есть ещё у нас пуэры, которые как бы вот где-то ближе к чёрному, а некоторые ближе к красному. В общем, это всё очень условно. Но мы можем сказать, что примерно шесть-семь категорий базовых, которые друг с другом начинают уже очень сильно играть, и количество финальное там чаёв может быть просто огромное. А зачем столько много сортов-то или видов? Вообще, что такое сорта, что такое виды чая? Как вообще разобраться в этом многообразии? Самый простой способ начать пробовать, начать пить. Потому что зачем? Это очень богатый мир вкусового опыта. То есть, одно дело – это белый чай. Другое дело – это, например, белый пуэр. Вот с ним уже мало кто, наверное, сталкивался. Другое дело – это уже шу-пуэр, чёрный чай. И вроде бы всё одно и то же чай, но палитра вкусов – это огромное. Но, отвечая на ваш вопрос, а зачем? Вот у нас есть семь цветов радуги, и мы из них можем сделать там… Ну, Пикассо нарисует одно, а Малевич нарисует другое. Вот чайный мастер тоже так же. Он может создать какое-то уникальное событие, уникальный вкусовой опыт для вас, например. Хорошо. До рекламной паузы я хочу ещё один вопрос успеть с вами обсудить. Ну, коротко. Вот Всемирная организация здравоохранения признала чай самым полезным напитком. Вот без мифологии. Почему? То есть, что можно вылечить, раз здравоохранение, то что можно вообще лечить с помощью чая? Вообще, что-то можно с ним лечить или нет? Вот это хороший вопрос. Всё-таки чай – это не лекарство, это напиток. А вот в своё время, в 90-е годах, в Болгарии чай продавался в аптеках. Я, ну, сам был там и этот чай. У нас тоже есть зелёная аптека там. Нет, в нормальных аптеках продавался чай, ну, не знаю, как лекарство, как БАДы, как травы, наверное. Ну, вот действительно, да, БАД – это биологически активная добавка, она не лекарство. Вот скорее чай – это мы рассматриваем больше как вкусный напиток, который, как минимум, не навредит, потому что много других вкусных продуктов, они могут как раз-таки навредить. Ничего вылечить нельзя. Ну, зря пьём. Вот смотрите, есть много данных медицинских, да, то, что эпигалат, катехин, тригалат, например, работает как очень мощный защитник от свободных радикалов. То есть это мы пытаемся защищаться от рака, к примеру, да. Очень неплохо есть показания, что зелёный чай защищает кожу от… ну, помогает коже защищаться от ультрафиолета. Чёрный чай способствует пищеварению. Красный чай тоже, опять же, очень усиливает пищеварение. А здоровое пищеварение – это здоровый организм. Но это всё не лекарственные способности, да. Это как бы плюс к классному напитку. Но я бы не стал это рассматривать как именно лекарство. Спасибо. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу беседу. Умапалата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Умапалата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Зачем мы пьём чай?» И я продолжаю беседовать с Захаром Шашиным, кандидатом в философских наук, руководителем чайного клуба «Мойчай.ру» в городе Кирове. А какой чай, Захар, для вас самый вкусный? И как вкус, ну, мы сказали, что главный этот чай – вкус, да, то есть не его польза, а вкус, а как соотносится с дороговизной? Вообще, можете сказать, какой чай самый дорогой в мире? Или с каким вы сталкивались самым дорогим? Да, с каким чаем самым дорогим я сталкивался? Но вот, например, из моего опыта, это был зелёный чай 1958 года урожая. То есть вот его выдержали. А говорят, что зелёный чай, чем, так сказать, свежее, тем лучше. Это же пуэры долго лежат. Вот смотрите, да, действительно, если мы берём вот свежий зелёного чая, то чем свежее, тем лучше. А если мы его правильно выдерживаем, мы можем получить очень интересный напиток и продукт вот после этого. У него стоимость в рублях исчислялась, по-моему, за 100 грамм, это 5 нулей как минимум. То есть за килограмм это 6 уже будет нулей? Примерно, да. То есть это достаточно дорогой напиток. Конечно, его часто ты не будешь пить. В Китае получалось как раз с друзьями, знакомыми пробовать чай очень-очень высокого грейда, очень высокого уровня, но я не могу сказать, что как-то я особенно ими впечатлился тогда. У них уже не в рублях, а в долларах был ценник. Но это уже элемент коллекционирования, да, точно так же, как далеко не каждый там обычный человек понимает, зачем у себя дома держать оригинал Малевича, упомянутого ранее, да, зачем вот это нужно. То же самое есть вот коллекционеры чая, которым это нравится. А чем цена обуславливается? Цена обуславливается гигантским количеством факторов. Первое, это является ли этот чай массовым, или это чай, например, который сделан в единичных экземплярах, его всего существует пара килограмм в этом сезоне. То есть есть, например, старые чайные деревья, которым больше двух сотен лет, больше трех сотен лет, иногда тысяча лет, и вот с них собирается чай. Это одно монодерево, с него делается несколько килограмм чая, и, конечно, этот блинчик чая, когда его вот упакуют и спрессуют, он будет стоить каких-то немыслимых сумм. Вот. А другое дело, если это платноционное сырье, такое вот масс-маркетовское, оно, конечно, будет дешевое. Следующее... А вот какой должен минимальная цена быть, чтобы чай был, ну, все-таки, чтобы его можно было пить? Вот есть такая градация какая-то? То есть, за 100 рублей можно нормальный чай купить? Или все-таки это от тысячи? За 100 рублей за что? За 100 грамм? Ну, за 100 грамм, да. За 100 грамм. Это принята общая такая. За 100 грамм. Честно говоря, я встречал, конечно, более-менее меняемый чай за такую цену, но, скорее, все-таки чуть-чуть подороже, хотя бы рублей 250 нужно. Хотя, в принципе, и за 100 грамм, 100 рублей за 100 грамм, это редко. Тяжело, да? Сложно. Да, хорошо. А вот почему в России и в Китае чай заваривают и пьют? Ведь по-разному. У нас как-то вот принято из больших кружек, а в Китае вот из таких маленьких чашечек. Вообще, почему в Европе любят чай с какими-то различными ароматическими добавками? А в Азии, например, или в Индии вообще чай варят, еще и с острыми специями. Как так вообще? Тут разнообразие-то почему в разных странах по-разному? В первую очередь, это все-таки история чая, да, которая насчитывает как минимум два тысячелетия. И за эти два тысячелетия уже сменилось много культурных парадигм. Чай преодолел практически все границы между государствами. И в каждом государстве своя гастрономическая культура. Соответственно, он ложился на уже сложившиеся культуры. И даже если мы возьмем китайскую практику, то как пили чай там в Пухутан и то, как пьют сегодня, это просто гигантская разница. Там его, например, раньше солили, и это было нормально. И более того, есть некоторые малые народности в современном Китае и, например, на острове Тайвань, которые пьют чай, вот как пили, судя по всему, где-то там в пятом-шестом веке нашей эры. Они делают из чая суп, то есть буквально там идет чечевица, идет лучок, идет там еще какие-то приправы, и вот вместе с чайным листом это отваривается и естся. Вот, например, поэты Похитан называли, что это, в общем-то, суп, а не чай, что вы подсовываете. Да, вот такая была история. И если мы будем рассматривать каждую культуру в отдельности, туда ведь еще и разный чай приходил. Например, монголы пьели черный чай, получая его из Китая. И это связано с тем, что они употребляли, особенно в древности, в основном мясную пищу. Им нужно было как-то нормализовать свою деятельность пищеварения, да? А в Россию, например, пришел зеленый и черный чай. Почему? И почему мы начали использовать, например, слово «байховый» не так, как используют в Китае? Это ответ очень простой, что это, опять же, произошло. Первый контакт еще при, если не ошибаюсь, Иване Грозном через кяхту более активно торговля шла, но не было в России людей, кто понимал китайский язык хорошо, и поэтому не могли получить технологию заваривания. То есть товар получали, товар интересный, а как правильно его заваривать? Вот стали уже искать на месте, и, соответственно, появилось вот это чайпитие уже русское, где мы используем большую тару, но, правда, у нас и холодно, да, это нужно, чтобы согреваться. А вот это интересно. Вот посмотрите, вот мы сейчас говорим, собственно говоря, о чайной церемонии, да? Она характерна ведь не только для китайцев и японцев, но ведь вот в России. Вот то, о чем вы сейчас говорите, там, самовар, большие кружки, сушки, это ведь тоже своего рода чайная церемония, правда, да? Конечно. Ну, собственно говоря, вы и ответили на мой вопрос. Я так как раз хотел сказать, а как она появилась, эта вот русская чайная церемония? То есть люди сами уже придумывали, каким образом... Ну, искали, да, как этот напиток заваривать, потому что даже вот мы имеем свидетельство в России, и в Великобритании, когда чай только появился, да, что с ним делать, жевать этот чайный лист или чего? Вот, и пришли постепенно к вот таким способам заваривать. Ну, смотрите, вот в России принято чай пить с сахаром, ну, может быть, с лимончиком, да? В Китае ведь это не принято, там, сахар в чай – это кощунство какое-то, мне кажется. Действительно, в Китае есть разный подход тоже к чаям. Есть такой религиозно-мистический подход, когда он превращен в театральное действие, либо в религиозную практику, и там все очень регламентировано. Но это особенно характерно больше даже, наверное, для Японии, нежели для Китая. Если мы возьмем вот чайную культуру высокую, там, да, никаких добавок. Но если мы возьмем, как пьют простые китайцы, ну, я сам, например, видел, как пьют обычные строители в каких-то сельских поселениях. Это, представляете, вот эта бутылка полуторалитровая, у которой гордышко срезана, ну, это обычная пластиковая бутылка, и там, наверное, две трети, это вот чайный лист, в основном это гуанинь пьют. И они закинули туда этот чайный лист, залили водой, из этой бутылки распили во время, там, пахоты или строительства дома. И потом у них чай не выкидывается, он поверх насыпается, и вот они это пьют. Зато посмотрите, какая у них производительность труда на фоне этого. Думаете, связаны с чаем? Ну, а вообще, как вот правильно заваривать чай? Я имею в виду, есть ли вот какие-то общие правила, которые характерны, без разницы, это по-русски заваривать или по-китайски, зеленый или черный, что вот главное в заваривании чая? Вообще, какие правила? Какая там вода должна быть? Какая посуда может быть? Вот что-нибудь расскажите, у нас времени немного. Хорошо. Самое главное правило, чай должен быть вкусный, то есть он должен получаться вкусным, он должен нравиться вам, вне зависимости от той технологии, которую вы применяете. Если уже брать более серьезную, сложную методику приготовления чая, вот чтобы раскрыть его полную, весь потенциал чайного листа, то тут желательно действительно использовать хорошую воду, та, которая не имеет дополнительных привкусов, которая сбалансирована по минерализации, то есть обычно не обладает, обладает не очень высокой минерализацией. Действительно, вода очень сильно влияет на вкус чая. Следующее, это выдержать температурный режим заваривания чая, выдержать правильность дозировки, то есть сколько класть самого сухого чая в ту посуду, в которую вы завариваете. И сколько надо положить чая, вот это всегда вопрос все обладает. А это все зависит, опять же, от того, что вы хотите получить. Это действительно искусство. А вода такая лучше? Вот я понял, минеральной водой не завариваем. А какой? Вот какой водой? И скважиной нет? Разные чаи, разной водой лучше заваривать, да, поэтому, например, в чайных трактатах древности там очень большое внимание к чаю привлекается. Но действительно лучше всего вода очищенная, то есть это может быть из скважины, может быть через систему фильтрации проведенной. Совсем последний вопрос, который не могу не задать. Что вы думаете о чайных пакетиках, так популярных в России? Зло. Я считаю, что чайные пакетики – это зло. И, во-первых, почему? Потому что в чайные пакетики кладется самый-самый низкого уровня качества продукт, и обычно это пыль, а не даже листочки. И два, второй момент. Сами чайные пакетики – это продукция нефтехимической переработки, которую вот вы использовали, выкинули, и он потом столетиями просто на этих полигонах гниёт. Это ужасный экологический след, который мы оставляем после себя, там, попив чаёк. Когда мы можем вполне там использовать просто чайный лист полноценный, и это будет и более полезно для здоровья, и для окружающего мира. Вот хочется подвести какой-то итог нашего сегодняшнего разговора. Но мне кажется, что во многих современных российских семьях, к сожалению, исчезает культура общего чайного застолья. Вот выходные раньше собирались или по вечерам. Вот именно вот это чайные пакетики выдавливают её. Мало заваривают, к сожалению, рассыпной чай. Пьют чай как-то на бегу. А ведь чай, даже если он не элитный и не китайский, это такое мощное средство сделать нас чуточку ближе и добрее друг к другу. Вот на такой ноте хотелось бы закончить и пожелать всем приятного чаепетия. До свидания. Всего доброго. Ума-палата Редактор субтитров А.Семкин